здравствуйте друзья я тут под впечатлением большим вчера прочитал статью в журнале the atlantic и нам сказать что за последние лет десять не ничто из прочитанного не произвело на меня такого большого впечатления статья это объясняет что происходит с обществом с америкой вот очень много вопросов вы знаете накопилось вот за все это время особенно последние там год четыре пять и вот как-то так он здорово все объясняет этот человек по фамилии фрум и он будет такое понятие может быть она до него существовало значит моральные конвульсии но в обществе да не не у нас лично или там у кого-то лично в обществе моральные конвульсии и там очень много цифр всяких статистики из из всяких исследований и так далее я естественно по памяти не помню но я так просто общую идею вам расскажу он говорит что примерно каждые лет 60 в американском обществе наступает такой кризисный момент когда общество пытается понять как жить дальше вот теряется пропадает доверие к тому что происходит и вот какие-то такие поиски и так далее вот значит последний раз это было в 60-е когда было движение за гражданские права то есть общество себя переопределила новые поколения подошли и они сказали мы так жить не будем как раньше жили то есть мы мы не будем обществом где там разные разные скамейки там для белых черных там и так далее и вот вот это было в 60 лет назад а до этого был похожий период где-то между 1895 и 2015 тоже вот такой прогрессив такое вот движение называлось и тоже общество себя переосмысляла это было время такого серьезного я бы сказал такого социал-демократического сдвига в стране вот сугубо такого строгого-строгого такого зверина капиталистического к такому существенно более человеческого но не суть были такие периоды значит что происходит происходит утрата доверия в первую очередь доверие к институтам которые существуют политики продажные там выборы нечестные разные группы населения мы им не верим вот своим верим там а этим не верим вот допустим я не знаю черные верят черным и не верят белым там допустим не знаю евреи верить евреям баптисты баптистам там я не знаю там китайцы китайцам и вот все как-то значит раскалываются вот как бы своим мы верим а вот это вот мы от этого общества ничего не ждем мы понимаем что все обман и так далее так далее и вот мы сейчас тоже вот в таком находимся раздрая который как-то так знаете достиг такого пика еще к этому пику добавил трамп с одной стороны а с другой стороны еще пандемия ну то есть совсем такой же называется perfect storm и вот он показывает как это произошло за последние 20 лет вот было был клинтон это 30 лет назад примерно пришел клинтон но собственно и и буш папа в этом смысле он был либеральным таким республиканцем клинтон был либеральным умеренным умеренным демократом его два такие умеренные не то что там как кардинальные вещи произошли но все это совпало с колоссальным количеством перемен в мире и стало казаться что мы живем вообще в другом мире это был мир в котором развалился советский союз пропала вот эта угроза коммунистическая и ядерная и так далее китай повернулся лицом ко всему миру и стал как-то развиваться экономически на ближнем востоке там произошло замирение вот это осло соглашение в осло за которое там арафат и беден получили нобелевскую премию много много чего происходило глобализация друзья глобализация я когда приехал сюда вот я вам скажу это произошло у нас на глазах когда ты когда вышли в магазин какой-нибудь мейсис ну так он по дороже из из дорогих он будет самый может умеренный по ценам вот любой такой магазин ты заходишь там были бренды 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 стоили столько что не подступиться ну то есть не пойдешь так каждый день там бренды покупать вот а тут пошла вот эта глобализация и тогда еще опять это был период розовый когда оказалось что вот все во благо глобализация во благо никто тогда еще не думал о том что рабочие места вот у нас тут там начнут пропадать там или что-то зато дешевые бренды то тут дешевая там дешевая здесь дешевая как-то вот катакова ничего кроме того экономические соединенные штаты тогда выходили из кризиса и бумила бумировала перла как я не знаю что как все перло вот во времена клинтона как раз вступил на излете рецессии вот как только его избрали даже он еще в должность не заступил а и вдруг в этот момент федерал резервбэнк начал снижать интерес трейд и буш потом в претензии благоприятно при мне не начал снижать интерес трейд вот вышло так начал снижать интерес трейд и экономика пошла пошла безработица стала сокращаться сокращаться и вот как-то из такой рецессии вдруг такой светлый светлый мир и открытость в это в это же время там скажем легализовывали геев там в армии ну то есть вот как-то вот больше толерантности открытости и плюс еще интернет и казалось вообще весь мир вот он так вот мы в другом совершенно мире таком живем где все открыто никто еще не воспринимал интернет как спотом инструмент для манипуляции сознанием людей искать против этих людей но не суть короче вот такая произошла вещичка и бэби бумеры как поколение вот я самый что на есть центральный бэби бумер я 56 года а бэби бумеры это с 46 по 64 то есть скажем самым старым бэби бумером сейчас там года 72 3 а вот допустим самым молодым губи бумером сейчас что-нибудь там 54 55 вот так вот наше поколение да мы тогда были на 30 лет моложе и вот наше поколение которое выросло в общем-то в послевоенное время я имею в данном случае американцы в послевоенное время когда все цвело когда все пахло когда все пубировал и так далее тогда и вот все это и вот эти люди они сначала будучи совсем молодыми они от отреклись вот от от того мира в котором жили где разделение на черных и белых где был где была вьетнамская война где бы вот этот вот эргейский скандал когда значит там шпионили там партия за партией используя для этого госспецслужбы и это и вот это все там до кучи это все было и вот они вырвались и вот уже будучи там уже постарше не такими молодыми вот такими как я скажу 30 лет назад вот они оказались в эпицентре этого всего но дальше те ребята которым сейчас там я не знаю 20-30 лет они в общем-то этого не видели ну то есть если видели то маленькими детьми и не поняли что там произошло дальше вот какая-то отрыжка такая произошла и какой рост коррупции снижение доверия всяким институтом и в частности вот этот фрум он говорит есть три группы которые чувствуют себя обманутыми к ним не к ним относятся несправедливо да они обделенные значит первая группа это афроамериканцы и статистически вот по сравнению с тем как это было скажем там 20 лет назад сегодня они чувствуют себя намного более выключенными из общества нам на очень много не то что полпроцента вот это первое это афроамериканцы вторая группа это люди которые мало зарабатывают без образования без какой-то особой там квалификации но их много понимаете они работают в ресторанах они работают там я не знаю в каком-то сервисе там и очень много такой работы в общем то не требующей квалификации и много вот эти люди они чувствуют неустойчивость они чувствуют вот эта шаткость своего положения и они понимают что для них ни у кого ничего нет они первые на выход вот и третья группа это молодежь потому что не в смысле как бы такого светлого будущего не в смысле там возможностей они году на у нас ничего этого нет нам нам не сведет и если бы понятие мерит меритократия мерит мерит это как бы достоинства которые там у тебя есть ну хорошие качества допустим образование способность там делать какие-то сложные вещи у тебя есть достоинства и вот эта пропаганда того что если ты вот этих достоинств наберешься то вот у тебя жизнь сделана вот это вот меритократия но стало понятно что это для немногих ну ну то есть не то что вот каждый кто там постарался каждому перепало вы вы скажете а вот там войти а вот давайте как-то получишь этим это правда это правда но не все войти знаете как бывает во всяком случае молодежь на это смотрит и говорит мы за бортом нами никто не интересуется всем пофиг посмотрите как молодежь активно влюблена просто в сандерса да ну такая либеральная молодежь хотя молодежь в принципе либераль так сказать по силу возраста как они любят стандерса дедушку потому что он на самом деле вот говорит кто о чем они переживают он говорит вам нужно дать вы вы обделенные поэтому получилось такое как бы многослойное такое многослойное общество где много обделенных где нет доверия друг другу и там где нет доверия друг другу там там общество не может развиваться она переходит к другим ценностям вот если мы друг другу доверяем в связи себе соседям на работе люди там и в целом стране вот у нас есть в целом страна и мы вот какие-то имеем ценности как страна и мы движемся и как страна и как индивидуально мы говорим вот там я могу чего-то добиться вот вы приезжаете соединенные штаты ведь страна партия страна возможностей land of opportunities когда человек не доверяет когда он понимает что обманывают а сейчас вообще не осталось никаких ничего не осталось такого что ты мог сказать но вот это на это можно положиться то есть верховный суд политизирован проституирован там генеральный прокурор проститутка federal reserve bank поддается давлению на него кричат он хотел повышать interest rate он его снижает то есть вообще ничего ничего не осталось я надеюсь что что тут есть такого что в общем доверие подорвано то есть может быть она не так плохо на самом деле как подорвано доверено на подобные руб выборы вот у нас теперь выборы никто не верит в честные выборы ни те ни эти одни считают что там будут бюллетени подкидывать и другие считают что они махина махинационными путями и исключат их избирателей там из голосования это не 22 процента верили что выборы будут честными там пару недель назад сегодня может быть там и 15 не то есть подрывается доверие ко всему еще раз это нет нет там лично хотя он добавил очень существенно к этому но это вообще вот вот идет такой и соответственно среди приоритетов буду этих групп не столько на первом месте скажем возможности сколько безопасность то есть вот эти ценности как бы такого западного западного социализма западной социал-демократии не не советской конечно эти ценности начинают приобретать особый смысл для людей которые чувствуют себя незащищенными они никому не нужны они никому не могут доверять все ему лгут все за их счет там пытаются что-то за их спиной сделать и значит им хочется каких-то гарантий им хочется вот и допустим обучение вузов да вот то что сандерс например говорит требует и это находит отклик у молодежи значит он требует списать долги там по образованию там их на триллион долларов там по стране этих долгов значит и как бы вот речь это бесплатном образовании бесплатные детские садики государственные субсидированные какие угодно ну то есть не выдерживают люди пойти человек который получает немного он не может иметь там скажем двух детей и отправлять их в частный садик ну просто у нее денег нет поэтому что делать маме работающие эти поэтому вот эти люди которые еще раз не то что обездоленные но в общем-то чувствующие себя выключенными обманутыми да вот эти люди говорят дайте нам что-то чтобы не упасть ниже вот чего-то я когда-то делал сюжет про разницу между канадой и соединенными штатами и там был один момент который я выделял и это не то чтобы именно канада и сша это скажем европа и сша то же самое получается такая история в канаде выше то подушка который не даст тебе упасть то же самое в европейских стран подушечка выше ты не упадешь так низко как ты можешь упасть сша в обмен да ты там и не взлетишь так как ты можешь здесь лететь вот этот люфт между совсем плохо и совсем хорошо у нас мощный такой большой а у них придавлено на у них снимают немного с тех кто там хочет расти и ему и может расти и откидывают тем кто может упасть или уже упал там или думают упасть не упасть отдельный разговор но вот эти люди которые чувствуют себя слои общества которые чувствуют себя выкинутыми обманутыми незащищенными они хотят гарантии каких-то они хотят не столько возможностей каких-то там необычных сколько вот этой подушки снизу и самое печальное в статье этого фрума состоит в том что он когда сравнивает с тем как это раньше бывало и как общество выходило вот из этого состояния раздрая и возвращалась к доверию к единству какой-то цели там национальные так далее он говорит вот все эти условия которые в свое время способствовали вот сегодня их нет то есть хрен его знает как когда она выйдет и вообще будет ли вообще его что это все превратится и где мы завтра окажемся там и так далее так далее то есть он вот так интересный материал значит вы можете почитать значит the atlantic.com и статья это называется фамилия фрум оу оу через два оу фрум я могу ссылку дать и называется она морал конвульсии моральные конвульсии судороги до конвульсии морал конвульсии я даже не знаю как правильно произносится не как конвульсия да наверное через ю пишите конвульсия морал конвульсия так что друзья вот я вам рассказал про эту статью я ее читал она отвечала на очень много моих вопросов которые наболели но там еще я повторюсь там очень очень много всякой статистики то есть он настолько убедителен вот за счет этого он показывает всякие исследования и показывают там всякие цифры как что чего там насколько и почем что в общем произвел на меня большое впечатление он там более подробно расписывает чего хотят эти люди и в какое будущее мы потихонечку движемся там и так далее так далее все это все это там есть так что очень советую почитать счастливо